всем привет две недели не виделись важных событий случилось немало сегодня обсуждаем неразбериху венгрии и турции рост цен и скидок в греции а также пригласим всех обсудить итоги года на рынке зарубежной недвижимости кто не успел тот опоздал эта фигура речи сегодня применимо к венгрии интерес к недвижимости страны резко вырос после того как начале двадцать третьего года рынок вспомнил о законе позволяющим гражданам третьих стран получить венгерский вид на жительство по обстоятельствам особого рода таким обстоятельством при успешной работе адвокатов мог стать адрес в стране то есть недвижимость собственности или в аренде самое важное что закон реально работал и позволял получить пятилетний внж в относительно короткий срок и вот это окно возможностей закрывается формально с нового года а фактически уже со следующей недели прием документов приостанавливается иммиграционные консультанты сейчас по сути работают только с теми кто уже подготовил нужные бумаги и успевает или успел оплатить пошлину теперь о хорошем венгрии вплотную подошли к запуску классической золотой визы подобная программа в стране уже работала но не слишком успешно в прошлом десятилетии но сейчас кажется дело иное на уходящей неделе правительство венгрии объявила уже о запуске программы причем чуть ли не с 1 января впрочем вот именно по поводу сроков у экспертов есть некоторые сомнения инвестиции либо 250 тысяч долларов евро извините в инвестиционный фонд который связан с недвижимостью или покупка напрямую недвижимость за 500 тысяч евро закон очень очень сырой я должен сказать и до конца не непонятный он войдет в силу или программа начнется только в июне и до этого мы ожидаем что будут очень много изменений и уточнений и так далее но то что мы теперь знаем что через примерно полгода будет инвестиционная программа по которой можно будет получать постоянный вид на жительство в венгрии это очень для нас важно и для наших клиентов будет очень интересно и так для получения десятилетнего внж инвестор должен вложить не менее 250 тысяч евро в местные фонды недвижимости или купить жилой объект от полумиллиона евро конечно схема работавшая до сих пор требовала куда меньших затрат называлась сумма в 155 тысяч евро и больше за объект в будапеште плюс нужно было оплатить услуги помощников но что уж грустить об убежавшем молоке мы получили очередное подтверждение банального факта сегодня иммиграционные решения принимать надо быстро давно мы не говорили о турции а до 1 января когда вступит в силу закон о краткосрочной аренде времени остается всего-то две недели вопросов как все будет работать много ответов до сих пор куда меньше чем хотелось бы риэлторы пожимают плечами ну хотя некоторые детали все-таки проясняются например известно что долгосрочная аренда на срок от 100 дней под ограничение не попадает и можно было допустить ситуацию когда договора заключаются на долгий срок а по факту арендатор живет меньше но эту лазейку убрали в законе предусмотрено что одно и жилье можно сдавать в аренду максимум четыре раза в течение одного года начиная с даты первого из договоров заключенных на срок более 100 дней то есть бесконечное число вот таких долгосрочных контрактов заключить к сожалению не получится но и из турции приходят позитивные новости агентство снп подтвердила кредитный рейтинг страны на уровне b и улучшила кредитный прогноз со стабильного до позитивного с мая местный центробанк несколько раз повышал ключевую ставку она в мае было восемь с половиной процентов сейчас 40 и это приводит к улучшению платежного баланса и должно привести к стабилизации курса турецкой лиры пока инфляция в турции по-прежнему запредельная в ноябре почти 62 процента естественно в годовом исчислении продукты за год в лирах подорожали на 67 процентов транспорт на 70 кафе и ресторана на 90 недвижимость более чем на 100 впрочем осенью вот уже помесячно цены растут медленнее меняются на один три процента в течение четырех недель и снова проценты на этот раз 10 и 4 настолько подорожала недвижимость в греции это данные риэлторов за третий квартал двадцать третьего года банк греции заявляет рост чуть меньше двенадцати процентов ну каковы бы ни были цифры можно утверждать что после десятилетия движения вниз лада показывает лучшие результаты в европе за год больше всего подорожали пригороды пирея салоники и корфу не могу не вспомнить что недавно мы выпустили видео сюжет о самом западном острове греции и на экране сейчас вы видите несколько кадров этого видео полностью она доступна по ссылке в описании к сюжету рост цен безусловно радует собственников но гораздо меньше покупателей впрочем исследования показали что в греции сейчас очень велика разница между запрашиваемыми и реальными ценами продажи она достигает 15 в некоторых случаях 25 процентов эти данные привели в ассоциации риэлторов афин и актики то есть выбирая жилье в греции торговаться можно и нужно так было всегда но еще одна оговорка серьезные скидки вот те самые 15 25 процентов можно получить скорее на объекты старые 30 40 летней давности их собственники изначально хотят продать по цене нового жилья но затем проявляют известную гибкость поэтому особое внимание обращайте на состояние объекта чем она хуже тем больше шансов выбить скидку вроде очевидно а с другой стороны полезное напоминание и в заключение хочу пригласить всех кому интересен рынок зарубежной недвижимости на наш очередной вебинар обычно мы прям выступаем на вебинарах как организаторы ведущие модераторы но в этот раз мы будем рассказывать сами подведем итоги года поведаем о главных тенденциях рынка о поведении покупателей поговорим ну и конечно дадим некоторые прогнозы на будущее соответственно тематике мы приглашаем на этот вебинар в первую очередь профессиональную аудиторию но безусловно рады будем всем мы с удовольствием поделимся нашей статистикой поделимся нашим взглядом на перспективы рынка ну и конечно для тех кто работает зарубежной недвижимостью будут сюрпризы и небольшие подарки и так следующая среда 20 декабря вебинар прян итоги года на рынке зарубежной недвижимости а я на этом прощаюсь с вами на неделю всем мира и безопасности будем признательны за лайки не забывайте подписываться на наш канал а